Вступает Александр Паломарь. Матч, еще раз напоминаю, проходит до четырех побед. Александр Паломарь разбил, безрезультатно, не забил с разбой. Вот сейчас Виджай, думаю, покажет нам серию. Первый шар в лузе. Второй уверенный чужой забивает с хорошим подбоем и переходом на другой угол. Ну, сегодня только первый день турнира. Есть еще пока право на ошибку у игроков. У сетки есть так называемый подвал. За кого будете болеть, Ольга? На самом деле, что Александр Паломарь, что Виджай Дрангой, ну, во-первых, они не выступают за сборную России, поэтому я не могу каких-то особых преимуществ дать. И на самом деле у меня с этими обоими спортсменами достаточно нормальные отношения. Вот прям с дураком забивает Виджай. И обо мне симпатичны как игроки, как люди нормальные ребята, и поэтому каких-то особых предпочтений нет. Но хочется, чтобы они показали красивую игру. Ну, вообще могу отметить, что это вот два игрока таких очень титулованных, и в то же время без звезды во лбу, и такие очень милые ребята. 4-0 уже становится в этой партии. 5-0. Очень хороший удар. Мало того, что с борта, с оттяжкой, на таком расстоянии. При игре таких спортсменов очень высока вероятность партийский «Я». Это очень нравится болельщикам. Всегда очень приятно наблюдать за такой игрой. Ну, да. Ну, вот на самом деле, как раз-таки для таких встреч, дистанция до 4 побед, я могу сказать, что она не очень большая. То есть, таким надо играть, наверное, побед до 7 до 8. Да, ну вот, жребий так распорядился, что встретились эти два именитых спортсмена на одной из первых стадий. На следующих стадиях будет увеличено. В Олимпике, насколько я знаю, будет игра до 5 побед производиться. Но вот еще один случайный шар падает. Также с прицепом, скажем так, 8-0 заканчивается неудачным разбой Александра Поломаря. Виджай выигрывает со счетом 8-0. «Алимпика» «Виджай Выигрывает со счет» «Алимпика» «Виджай. 뜯ала arriba». Спасибо. Ну вот сейчас в разбой будет Виджая Дрангоя. Я думаю, что если он забьет с разбой сейчас шар, то вполне вероятно, что будет вторая партия. Вот Александр Поломарь в такой очень вальяжной позе расположился, отдыхает. Ну, Александр думает, что это еще только начало, тем более он не мог ничего сделать, он просто разбил, никакой ошибки не сделал, можно так сказать. Ну, как бы то ни было, в следующей партии он точно подойдет к столу, потому что будет его разбой. Но вот здесь оказалось, что неудачно. Ну, Виджая достаточно очень аккуратно разбил, то есть у него такой не совсем размажистый. В отличие от, скажем, например, даже того же Александра Поломаряя и Владимира Петушкова, у которых очень активный разбой. Там, если, вне зависимости от того, падает шар с разбой или нет, то вся пирамида разлетается. Виджана немножко другая тактика. Ну, я считаю, что правильнее все-таки разбивать аккуратно на ранних стадиях турнира, потому что еще не слишком приигран к столу, еще ты не можешь 100% отвечать за свой разбой. Хороший выход, исполнение Александра Поломаряя. Ой, очень хорошая тяжка, вообще супер. Молодец. Да, действительно. Просто великолепный удар. Ну и вот. Александру не надо, чтобы ему хорошо разбивали, он сам подобьет. Да. Нашел продолжение Александра, подбил пирамиду и сейчас будет собирать. Молодец, сыграет правой рукой. Ну и вот, собственно, не совсем, как бы, такой получился хороший выход у него. Это только по причине того, что играл не своей рукой. Продолжает серию Александр. 6-0 уже становится счет. 7-0. В свойственной себе манере. Очень быстро он готовится к ударам. 8-0. Мне нравится. Один ошибся с разбоя, получил ския. Второй ошибся с разбоя, получил ския. Ну вот посмотрим повтор. Сколько? Полсекунды целился Александр и забил два шара. С разбоя забивает Александр. Слева прям. Ну только, как вы считаете, не было там пропиха в этом ударе? То есть задают вопрос зрители наши. Нет, удар был на самом деле чистый, абсолютно. Там не было никакого пропиха. Хотя, честно говоря, вот мне не очень понятно отсутствие судьбы, судьи, наверное, при такой встрече. Потому что, не дай бог, что тут же вообще прям... Ну, как мы знаем, по правилам бильярдного спорта, если судья не присутствует около стола, то судьей является соперник. Ну да. Поскольку Виджан даже не выскал тени сомнения в правильности данного удара, Ну нет, они как бы оба такие игроки не кляузники, это я могу сказать точно. Поэтому, в принципе, думаю, здесь не должно возникнуть каких-то проблем. Ну, можно быть не кляузником, но если ты действительно считаешь, что был какой-то штраф, то молчать, конечно, нельзя. Ну, я думаю, что они, если что, спорить особо не будут. Но удар был чистый. Ну и вот у нас третья партия уже. Счет по шарам становится 4-0. Александр. Очень внимательно оценивает, смотрит. Первый раз я наблюдаю такую паузу при подготовке угара в исполнении Александра Паламаря, честно говоря. Не зря он смотрел. Не зря. Шар был очень сложным. Очень такая неудобная резка. И не справляется с этим ударом Александр. Таким образом, прерывается у нас стопроцентная серийность на этом ударе. Первые в две партии были сыграны с Кия обоими игроками. Счет у нас 1-1. И при счете 4-0 к столу подходит Вильджан Рейнгой. АПЛОДИНГ. 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 хорошего свайка забивает с выходом вид же сейчас такой техничный пользуясь случаем хочу передать огромный привет антону игонину который следит за этой трансляцией пресс-секретарь европейского комитета по пирамиде перевод на угловую вузу делает хороший джей чужой встает вот мне кажется все таки в джей вот у него похоже очень игра на александр поломаря в плане кладки но при этом у него еще и свойственное все таки обдумывать очень часто удара то есть не настолько быстро делать немножко не получается задумка потрясающе мне кажется здесь дело в том что центр поломали на самом деле уникальное такое явление русском бильярде то что любой другой спортсмен требуется вот как мы сейчас видим несколько раз обойти стол посмотреть внимательно проанализировать ситуацию александр поломали для этого требуется буквально доли секунды но как бы это конечно все хорошо все прекрасно но часто вот именно чемпионатах мира которые он не выиграл уже сколько побывал часто вот именно вот этот момент его и подводит что иногда стоило бы немножко обдумать потому что были моменты когда ему в принципе не было равных но вот его торопливость играла скажем так злую шутку с ним пожелаем александру более зрело подходить подготовки к удару особенно на финальных стадий уже вряд ли он сможет как-то изменить это уже его скажем так это его темп игры ну не сделаешь знаете ольга вот могу сказать что давно наблюдаю за игрой например того же владимира петушкова меняется с возрастом все таки меняется стиль игры более вдумчиво подходит к ударам не бросается вот сейчас великолепный свояк просто потрясающе да давайте посмотрим повтор на сильном отскоке свояка сыгрывает виджан и счет у нас становится 6 4 ну вот приношу свои извинения 7 шаров уже у виджая да шаров 7 а я приношу свои извинения очень нашим внимательным зрителям которые поправляют меня конечно же Дрангой виджай ну и забит восьмой шар виджая вторая партия ския 2-1 в пользу виджая Дрангой еще раз напоминаю матч идет до четырех побед отменяя в этот раз вывозь в состав вывозь 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 Спасибо. Да, с разбоя забивает Виджа Дрангой. Шара не забивает, подбой делает. Психанул немножечко из-за того, что не забил. Пожелаем Виджа немножко успокоиться. Сейчас Александр засекаем время. Сколько понадобится Александру секунд, чтобы собрать эту партию. Таким образом взять реванш за предыдущую, в которой он не смог этого сделать. Да, у них, конечно, цена одной ошибки слишком велика. В принципе, уровень этих игроков. Говорит, они могли в финале спокойненько играть. Но так вот распорядился жеребий, чтобы встретились на одной из первых стадий турнира. Ну, кстати, не исключен случай. Хорошо, что они не в Олимпике встретились. Да. Это хорошо. Поиграют. Это говорит о том, что они могут еще встретиться на более поздней стадии. Я думаю, что так и будет. В финале. Ну, очень сильный состав участников, очень сложно что-то предположить. Что-то мне подсказывает, пока еще никто игру сильнее не показал. Да. Шифруются игроки. Хотя рано раскрываться. Семь шаров Александра Пламаряна. Ну вот, немножко не сложилось у него с выходом под восьмой шар. Думаю, чужого будет играть в среднюю. Нет. Свояка. Забивается разбой Александр Пламарь. Хорошего чужого сыгрывает с подбоем куча. Ой, ошибается на таком чужом. Вот опять поторопился на самом деле. Чуть-чуть бы подольше бы. Подумал. Да, только два шара после разбой удачного. Продолжение следует. Еще раз... Редактор субтитров А.Семкин. А.Кулакова havep субтитров. Дорога. Дорога. Почему-то достаточно долго бюджет сейчас думал И очень как-то резко ударил Прям сорвал удар, как мне показалось Но ему повезло, пирамида не подбилась Но стал прямой чужой После которого Александра, конечно, реализует серию Накатывает и подводит себе шарик луза Сыгрывается под боем, куча очень сильно подбивает, хорошо 5-0 становится в пользу Александра Опять подкатывает себе шар И опять ошибается на очень-очень легком шаре Какая-то прям такая игра Может быть оба соперника нервничают Потому что оба сильно играют Друг друга немножко побаиваются, видимо Ну, сейчас виджаю, конечно Позиция встала намного лучше, чем в прошлый раз Я думаю, здесь он реализует Я думаю, сравняет счет даже по шарам в этой партии Возможно, и выйдет вперед Чужого на середину сыгрывают Первый шар у него в этой партии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот он сейчас перебирает очень много винта Он хотел все-таки сделать себе перевод на угловую лузу 5-3 счет становится в партии В пользу Александра Погмаря Очень хороший шар Потрясающе, но очень сильный в нижнем винте И возвращает на середину Почти уже догнал он соперника Четыре шара у него сейчас Вот, как я и говорила, счет он уже сравнил Посмотрим, будет ли у него продолжение Ну вот, сейчас он не совсем Ой-ой-ой-ой, бросается на такого свыка Вставляет шарик около лузы Отходит за стола Виджай Счет 5-5 в партии Сейчас подход Александра Погмаря Отходит за стола Виджай ну вот александр не совсем удобно все-таки он левша шарик стоит под правую руку молодец справляется на сильном ударе забивает и даже выводит себе под угловую лузу на свои к 7 шаров александра полумаря получила ситуацию что виджай говорит 8 зажигает нет у меня 7 на теперь 8 очень неудачно падает дурак да интересно открывает счет в этой партии виджай дранго забивает с разбой но не свыка ну как можно заметили виджай очень аккуратно разбой то есть сейчас в принципе вот него даже как-то особо прям нету большого выбора что ударить да конечно если в этом матче будет контур то это будет очень захватывающее зрелище думаю прошлое матча визельтер тарновецкий контровая партия была визельтер почти догнал но немножко не хватило неужели отыграться хоть да виджай по моему это первый отыгрыш в этой встрече александра не хочет отыгрываться будет играть по лузе да даже честно говоря особо не задумывался стоит или нет просто подошел и ударил совсем ничего не боится да очень хороший человек с подбоем с таким аккуратненьким тоже ничего такого легкого совсем не стоит сейчас на столе я чужой насильно резкий есть нет он будет играть чужого с подбоем смотрите как он выводит шар на лузу средний ну вот при таком счете конечно 32 до 4 побед я думаю что все понятно чем закончится эта встреча сейчас даже сам удивился александр как это так мог не совсем точно сделать выход так как хотелось но возможно какая-то соринка попалась на столе шар изменил траекторию настолько сделал поставок что уже это не так важно ну да вот и этого сара тоже будет играть да и вот исправляет последний шар остался александр я думаю что это не будет столь затруднительно закончить считает считает шары давайте посчитаем мы раз два три четыре пять шесть семь восемь девять один шар у виджая соответственно вот сейчас будет последний до 11 шар теперь остался последний я извиняюсь последний я извиняюсь последний я извиняюсь да